Через 4 дня 3 сентября у вас день рождения, и я с нетерпением жду этого дня. Я потратил много времени, пытаясь придумать, что вам подарить, но всё тщетно. Не могли бы вы подсказать мне, что я могу сделать для вас в ваш день рождения? Может быть, вы с нетерпением ждёте дня рождения, когда вам 16 или 18, потому что вы сможете получить водительские права. Вы становитесь самостоятельными. Когда вам исполнится 18, ваша мама не сможет больше спросить, где ты был. Где ты был всё это время? Потому что вам 18. Так что те дни рождения, возможно, ожидались с нетерпением. В то время я даже не следил, в какой день у меня день рождения, потому что всегда пропадал где-нибудь и даже не замечал этого. Теперь, после достижения определённого возраста, дни рождения — это как обратный отчёт. Так что же вам сделать? В любом случае, позвольте мне воспользоваться этим, раз уж вы хотите что-то сделать. Меня интересуют люди, которые хотят что-то сделать. Не для меня лично, но раз вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-то прямо сейчас, вопрос из Индии или отсюда, из США. Неизвестно. Хорошо. Итак, что вы можете сделать? Мы пытаемся сделать так, чтобы 3 сентября стало днём возрождения рек. Автопробег Rally for Rivers официально стартовал 3 сентября. Таков был мой план, чтобы избежать вечеринок по случаю дня рождения. Мотопробег в поддержку проекта ZOV Covery также был начат 3 сентября. Если вы следили за этим событием, вы, наверное, знаете, что каждый день я промокал до нитки на мотоцикле из-за сильных дождей. Так что мой прошлый день рождения был по-настоящему мокрым. Мы были в Курге, и в то время Муссон достиг своего пика. Те из вас, кто никогда не видел сезона дождей в западных гхатах, вы должны как-нибудь испытать это. Это похоже на полотно из дождя. Буквально льет, как из ведра. Это очень подходящее описание для этой ситуации. Не то, чтобы падали отдельные капли дождя, это похоже на падающие пласты дождя. И мы ехали в таких условиях. Это было похоже на время, когда мне было чуть за 20. Я постоянно ездил в таких условиях. Как бы там ни было, в этом году мы постепенно идем к тому, чтобы установить этот день как день возрождения рек. В рамках этого мы встретимся с министром окружающей среды из федерального правительства Индии. Почему? Потому что проект «Зов Кавери» имел огромный успех, несмотря на пандемию. Мы немного снизили наши цели, поскольку пандемия может повлиять на нашу работу. Но наши замечательные волонтеры, их самоотверженность и целеустремленность, энтузиазм местных фермеров и, прежде всего, поддержка, которую правительство штата предложило в виде субсидий для фермеров. И департамент лесного хозяйства штата Карнатека предоставил огромное количество саженцев. Все это позволило посадить в этом году на частных землях 11 миллионов саженцев. Необходимо понимать, что фермеры высаживают на своей земле деревья ценных пород. Это означает, что деревья определенно выживут, потому что на каждое выжившее дерево в течение четырех лет действует субсидия и определенная финансовая поддержка. При этом я обратился к молодежи Индии с призывом возродить реки, если они будут готовы посвятить три года своей жизни этому делу. Это было очень сильное заявление. Таким образом, около трехсот молодых людей, многие из которых уволились с хорошо оплачиваемой работы, кто-то бросил свою кандидатскую диссертацию на полпути, некоторые просто бросили учебу. Они не вписывались в университет, они были в поиске иного масштаба. Таким образом, более трехсот из них посвятили свою жизнь этому на три года. Теперь я несу время ответственности не только за то, чтобы не разочаровать фермеров, но прежде всего за реку Кавери. Многие мировые организации, которые наблюдают за этим проектом с большой надеждой, потому что это первый в своем роде проект. Неоднократно многие лидеры мировых организаций говорили мне, «Садхгуру, если вы успешно справитесь с этой задачей, это изменит все, как для тропиков, так и для всего мира». Если вы не знали этого, дерево, посаженное в тропических районах, примерно в 6-8 раз эффективнее с точки зрения поглощения углерода и устранения последствий изменений климата, чем дерево, посаженное выше 33 градусов широты. Поэтому они видят, что это может изменить все. Так что мы не хотим потерпеть неудачу, мы хотим выиграть эту игру, потому что дело не в нас, не в нескольких людях, не в нескольких сотнях людей, которые работают над этим проектом. И как вы знаете, пожертвования в поддержку Зова Кавери, 42 рупии за саженец, поступили из 122 стран и более 82% пожертвовавших не имели ничего общего с Ишей, как с организацией. Просто люди. Вот какой уровень энтузиазма и доверия они вложили в нас. И прежде всего фермеры, потому что их жизнь в последние 50 лет была совсем нелегкой. За последние 22 года более 300 тысяч фермеров покончили с собой. Люди спрашивают меня, «Садхгуру, почему вы взялись за этот проект с такой вовлеченностью?» Я ответил, «Если вас не заставят действовать 300 тысяч отнятых жизней, тогда я не знаю, что сможет. Я не знаю, чего еще мы ждем». Возможно, у нас есть способ привыкнуть к любой трагедии. Пожалуйста, поймите, что привыкание к ужасной ситуации — это не трансформация, это не свобода, это просто литургия жизни. Если вы привыкли к тому, что люди вокруг вас умирают, они умирают, но ничего. Это никоим образом не означает, что вы духовно развитые, и ничто вас не трогает. Нет. Ничто не трогает вас, потому что вас не коснулась жизнь. Вас должна коснуться жизнь. Вы называете это днем рождения. Рождение означает, что вас коснулась жизнь. Вот что значит рождение. Рождение произошло только потому, что вас коснулась жизнь. Теперь, когда это случилось, и вы хотите праздновать это ежегодно, давайте найдем этому хорошее применение. Зов Кавери. Несмотря на пандемию, на местах проходит с большим энтузиазмом. Я подвергаю жизни этих молодых людей риску, хотя мы придерживаемся строгих протоколов, но все же они там путешествуют и работают. К счастью, ни один из них не был инфицирован. Ни один тест еще не дал положительного результата. Но глядя на то, как все распространяется, кто знает, но они рискуют своей жизни, чтобы воплотить это в жизнь. Поэтому на мне также лежит ответственность за то, чтобы три года жизни этих молодых людей не пропали даром. если мы не можем заставить их сделать что-то лучшее, чем то, что они делали бы сами, мы не имеем права требовать чью-либо жизнь. Итак, в этом контексте теперь я нашел вас, того, кто хочет что-то сделать на мой день рождения. Нам многое предстоит сделать. Но сколько вы сможете усвоить? Пожалуйста, усвоите это. Потому что вчера поздно вечером у меня был звонок с командой «Зова Кавери». Они делают лучшее, на что способны. Но я хочу, чтобы вы поняли масштаб этого проекта. 83 квадратных километра земли, более пяти миллиона фермеров и самые разные трудности и препятствия, которые нужно преодолеть. Для этого все должно непрерывно двигаться на полных оборотах. Вырастить, спланировать и посадить все, что требуется за ограниченное время — это очень сложный процесс. Выращивание саженцев занимает от 8 до 11 месяцев. Высадка должна произойти в течение двух месяцев после сезона дождей. Есть и другой, небольшой муссон, который называется северо-восточным. Он происходит немного позже. Но настоящий сезон дождей — это только июль, август и сентябрь. Фермеры уже забрали более 8 миллионов саженцев. На этот раз муссон немного запоздал. Так что еще 11 миллионов саженцев уйдут очень скоро. Мы могли бы сделать больше, но нас беспокоила пандемия. Сможем ли мы действительно вдохновить людей на это? Потому что физически мы не могли посетить многие деревни, как планировали. Предполагалось, что я совершу вдохновляющую поездку по деревням этих двух штатов, но этого не произошло. Они вдохновляют фермеров, в основном используя технологии, группу WhatsApp и тому подобные сервисы. Это не так-то просто, но это исполняется очень хорошо. Если вы хоть немного заинтересованы в жизни, когда вы празднуете день рождения, это значит, что вы в некоторой степени празднуете жизнь. Если вы празднуете то, чем является жизнь, тогда вы должны делать это настолько широко, насколько можете. Не мне говорить вам, сколько и чего делать, но это должно происходить постоянно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто сейчас с нами на этом Даршине. Сделайте что-нибудь. Одно дерево в месяц, пять деревьев, десять деревьев, сто деревьев, сколько сможете, но делайте это постоянно, а не так, чтобы сделать один раз и забыть, потому что вы должны постоянно об этом помнить. Это очень важно. Сорок две рупии. В США за эти деньги ничего не купишь. Это шестьдесят центов. Даже не думаю, что нищий возьмет у вас шестьдесят центов. У него минимальный порог пять долларов. даже в Индии. За сорок две рупии и кофе не купишь. Так что вопрос не в деньгах. Чего не хватает, так это человеческой заботы и внимания. Как поколение людей, давайте покажем, что если вы заинтересованы в праздновании моего дня рождения, вам необходимо понять, что имеет значение рождение. День рождения означает начало жизни. Если вы настолько вдохновлены природой жизни, потому что это все, что у нас есть, вы можете думать, что у вас есть много всего. У вас есть золотые слитки, и теперь вы носите их у себя на голове. У вас есть богатство, есть банковский счет, у вас есть миллиарды долларов. Нет, нет. Все, что у вас есть, это жизнь, поскольку у вас есть жизнь. Вы притворяетесь, что у вас есть все это. Единственное, что у вас есть, это жизнь. Мы сделаем во что. Если вы не понимаете, о чем я говорю, давайте лишим вас жизни. После этого наслаждайтесь миллиардами и слитками золота на голове. это единственное, что у нас есть. Итак, зов кавери это целенаправленное празднование жизни, потому что без воды и почвы нет и жизни. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Если вы хотите использовать мой день рождения как вдохновение, ничего против этого не имею. Я не против отмечать день рождения каждый день. Да? Правда. Почему только 3 сентября? Если хотите, я буду делать это 4 и 5, и 3 декабря. Я не против. Я готов, если вы готовы. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы это произошло. Это очень важно. Это не моя работа. Это не работа фонда Иша. Это работа всего поколения. Мы должны сделать так, чтобы это произошло. Это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok